Всем привет! И новый влог начинаю с того, что сделала себе маникюр. Блин, ну это надо при другом свете снимать. Короче, кошачий глаз я делала. Некрасиво вообще сейчас смотрится. В общем, после белого, можно сказать, чёрное. Ну, зелёный кошачий глаз. Всё. Сегодня день был тяжёлый. Уборка, работа, почта. В общем, всё и сразу. Ногти. Ну, я счастлива. Всё. Слушайте, у нас погода просто ужас. Я сейчас сижу в конторе, жду наставника. Мы должны поехать. Ну, где-то полтора часа езды от Пятигорска, где суд у нас будет проходить в Андроповском районе. Я от дома, ну, от Пятигорска, от квартиры до работы дошла за 11 минут. Морозь, кошмар какой-то. Ужас. Всё, как раз звонил наставник. Одеваюсь и бегу. Девчоночки, я уже вернулась домой. Домой! Сегодня 1 октября. Это просто особенный день. Сегодня ровно год, как я уже помощник адвоката. Сегодня 1 октября. И сегодня день, когда, можно сказать, всё, мы заселились, потому что... Я вам потом покажу, я занавесочки. Ну, шторы, вернее, правильнее сказать, привезла. Когда мы их повесим. И сегодня первый день, когда мы уже останемся в нашем гнёздышке. Мы называем его именно так. Я, наверное, сейчас свечусь от счастья. Но на самом деле, девчонки, как это важно. Любить и быть любимой. Когда у вас уже совместный быт, это всё совершенно по-другому. Блин. Я сейчас счастлива. Тьфу-тьфу-тьфу. Я надеюсь, вы тоже рады за меня. И я принимаю ваше поздравление. Хоть это видео и выйдет гораздо позже. Я вчера вечером уже ничего не сняла. Но, в общем-то, блин, открыла окно, чтобы проветрить шумно. Дорога, получается, шумновато. Сделала маску. Блин, у меня, представляете, один ноготь. Чё-то я сделала не так. И он у меня вздулся. А у меня всё дома. Надо будет, наверное, сюда перевезти тоже свои штучки для маникюра, чтобы у меня всё было под рукой. Вот, сейчас, вчера я купила вот такие хлопья. Я никогда не видела селяночка. Я не знаю, может, и нехорошая какая-то фирма. Но я просто увидела, что здесь хлопья, смесь, пять злаков. Сейчас я пью кофе и думаю, залить молоком или водой. Но, наверное, залил всё-таки водой. Тут как-то быстрого приготовления. Просто нужно залить горячей водой или молоком. Попробую, расскажу, понравится ли, нет. Брала пятёрочки я вчера. Кстати, сейчас кашку делала и взяла себе, открыла сыр. Очень люблю я вот от Савушкин. Свет, да, не знаю, как правильно. Фита вот такая. Такой он вкусный. Ну, просто. И в кашке обожаю добавлять в салат. Вот сейчас вот брала в сырницу. И покажу свой завтрак. В общем, у меня кашка, немножко сыра, помидорчик. Так что, сейчас попробую кашку, скажу вам, как. Очень даже вкусно, девочки. Классно буду себе делать эту кашу. Девчонки, я сейчас хочу сделать омлетик. Посмотрела рецептик, думаю, как с помидорами. Ну, понятно, для кого-то это всё легко и просто, наверное. Я это не делала. В общем, я сейчас порезала. Ну, сковородку я ещё не забрала. Сковородки нет, делаю в ковшике. Помидорчики. И мелко-мелко вот так вот разрезала. Там уже оливковое масло. Сейчас пока закипит. Фу, не закипит, она греется. Ковш этот параллельно. Яички. Я взяла 4 полностью яйца. Добавила паприку, копчёную, чёрный перец. Вот это, кстати, фирма. Я уже вам не раз рассказывала. Катане. Мне очень-очень нравятся их приправы. Так, венчик мне нужен, соответственно. Сейчас это всё собью. И добавлю немножко молока. 3,2%. У меня будет также соль я сюда добавила. Прям совсем немножко хочу. То есть, что я буду делать? Будут тушиться, скажем так, вот эти помидорчики. Они сока много пустят. И потом, как уже здесь нет сейчас соли, чуть-чуть потом уже, когда они будут практически готовы, я посолю. И затем добавлю уже, вылью содержимое. То есть, сами вот эти яички с молоком. И покажу вам в конце, что получилось. Ну, единственное, я боюсь, что здесь, наверное, будет жёстко всё прилипать, пригорать. Ну, как уж получится. Я решила остановиться на вот этой стадии, когда не нужно прям полностью поджарить. Это так вкусно. Я добавила зелень, ещё петрушку и укроп сушёный. Нереально. Ну, вуаля. Овощи. Сырок. Суджук. Омлетик. Ням-ням. Как я говорю, наш угол позора. Ну, в общем, мы ещё просто не вытащили оттуда всё, что нам не нужно. Но речь не об этом. Сегодня забрали сушилку для белья. Хит. Вот такую. Ну, знаете, девчонки, она стоила 3000. Мы взяли её по бонусам за полцены. Ну, как бы за 1500 ок. Такие алюминиевые, какие-то непрочные, мне кажется. Вот эти вот штуки. Может, надо было, я уже думаю, что-то другое брать. Какая-то она... Ну, дорого всё. Очень-очень дорого. Блин. Ну, отзывы были хорошие. Ну, надеюсь, прослужит всё-таки какое-то время и желательно долгое. Почистила уже картошечку. Будет на ужин у нас пюрешечка. И мы брали наггетсы. Наверное, вот их и пожарю. У меня тут пополнение из посуды. Помните, я вам показывала пиалы, которые мне очень нравились вот в этой расцветке. И теперь у меня есть ещё вот такая салатница. Я хочу такие же плоские тарелочки для еды, но их пока нет, к сожалению. И две такие же вот кружечки. Ой. Ну, мне прям очень нравится. Я понимаю, что это всё на любителя, но мне нравится. Не обращайте внимания. Сегодня переделаю облез, блин, этот ноготь. И вот такие ещё деревянные. Деревянные мне тоже прям нравятся. Блин, класс. Ну, у меня Саше не очень нравится дерево. Ему нравится кушать из-за такой обычной посуды. В общем, всё. Я прям довольна. И сейчас он принесёт шкафчик в ванну наш пришёл. Зеркальный. Девчаночки, хочу быстро вам показать то, что сегодня... Я даже не помню сегодня, по-моему, второй или третий октября. Неважно. Сейчас вернулась домой, ездила домой к родителям. Вещи кое-какие взяла. И заехала в Вайлдберрис. И фикс прайс купила... Кое-что-то купила. В общем, хочу всё вам это показать сейчас. Снимаю на камеру. Пока не знаю, насколько это всё нормально. Так, начнём давайте с фикса. Что я там взяла? Во-первых, я увидела... Это я то, что не для дома, а для себя. Я увидела колготки. Я не знаю, хорошие они или нет. 99 рублей стоили. И, собственно говоря, я их решила купить. Да. Но уже дома я увидела, что я взяла не те. Я собиралась взять 40 ден. Но я так искала свой размер, что в итоге я взяла... У меня троечка, что я взяла 20 ден. Ну, как бы будут тоненькие, блин. Ладно, скажу даже честно, я это сейчас заметила. Показываю вам. Ладно, бог с ним. Так, что дальше? Нам пришёл шкафчик. Сегодня его забрали. Я не помню. Я его, наверное, ещё не показывала. В общем, ладно, потом покажу. Наверное, когда уже повесим. Завтра, по идее, должны. Я фиксе взяла вот такие органайзеры. Так, насколько видно. Надеюсь, видно. Давайте сейчас я вместе с вами... О, нужно было взять ножнички. Что-то я не подумала. Хочу... Сейчас, секунду, возьму. Оп, я вернулась. Возьму ножницы, которые тоже покупали. Но их не я покупала. Саша их брал. Так, органайзеры. Здесь я хочу властные палочки хранить. Он чуть-чуть, конечно, высоковат. Но, в принципе, знаете, как бы мне понравилось, как он выглядит. И второй органайзер. У меня дома такой же, ну, только я покупала тогда, по-моему, на Алиэкспресс. И гораздо дороже. Но мне очень удобно пользоваться вот таким органайзером под ватные диски. Потому что здесь есть отделение. То есть, как бы ты спокойно можешь высунуть. Ну, я вообще храню дома без вот этой верхней. То есть, сверху засыпаю. Ну, как бы и беру сверху. Ну, посмотрим, как здесь будет. Хочу на полочке поставить. Потом вам тоже покажу, как это будет выглядеть. Взяла вот такую вот корзинку. Самую обычную. По-моему, за 77 рублей. Да, здесь чек. За 77 рублей. Кстати, в фикс-прайсе сейчас, если вдруг кто не знает, у них раньше... Я не брала, никогда не оформляла карту. У них сейчас очень интересная система. То есть, цены теперь по карте скидочной отличаются от обычной цены. Плюс идут накопительные бонусы. Что, собственно говоря, удобно. Слушайте, у меня такой вид. Я специально не мыла голову. Я хотела приехать и покрасить волосы. Ну, то есть, сюда вернуться, забрать краску с дома. Все, что мне нужно. И я это забыла. Я взяла все для ногтей, косметики еще. Все, что из Project Pen. Думаю, здесь пользоваться зеркало свое косметическое. А это не взяла. Ну, короче, голову помою. Потом на днях покрашу. Так, корзина с ручками. Для чего я ее взяла? Я хочу здесь всякие разные средства для уборки положить. Вплоть до тряпочек по бокам развесить. Вовнутрь средства. Чтобы я просто со шкафа... Я не люблю, когда все стоит где-то, знаете, в открытом каком-то доступе. Не радует мой глаз, скажем так. То есть, чтобы я просто... Уборка. Достала эту корзину. И взяла все необходимые средства. Тряпочки и так далее. Потом. По цветам я вешала. Так, теперь я не найду. Ну, что делать? В общем, взяла теперь по 5 штук. Они выходили вот по карте, как бы скидочной. 85 рублей, если я не ошибаюсь. То, по-моему, выходила именно так. Сейчас я посмотрю. Вешалки. Да. Они выходили таким образом. В общем, я взяла вот такого цвета. Ну, если честно, то, что было, думаю, ладно, будет уже немножко в разном бой. Я, кстати, смотрю, вот мне интересно. Вот, как бы общая сумма. Но я не вижу, чтобы применили мне скидку. То, что было написано. Вешалки по карте были 85 рублей. А мне их посчитали по 99. Ладно. Я вам показывала гольфы. Мне так понравились гольфы, что я взяла такие же черные. Реально 99 рублей. Здесь 20 дем, 5 пар. Просто вообще супер. Лопаточку взяла для дома. Вот такую силиконовую готовить, чтобы для кухни, если точнее. Потом ролик для одежды. Честно, не знаю, хороший он или нет. Потом у меня тут, я понимаю, что нужны будут нитки. В общем, иголки. Взяла вот такой вот наборчик иголок ниток. Давайте распакуем, посмотрим, сколько он стоил. Я не помню. Сейчас я гляну. Набор для шития. 7 за 7 рублей. Господи, ну что такое 77 рублей? Как бы за, грубо говоря, уже наборчик, где есть все. Смотрите. Удобный сам по себе такой органайзер. Сейчас я посмотрю, как он тут открывается. А, нажимаю. Нужно просто, так понимаю, нажать. А может нет. Я хотела, понимаете, открыть все. А, вот, приподнимаю. Иголочки, булавок. Кстати, много булавочек, спасибо. Метр здесь также есть. И основные цвета ниток. Ну, как бы класс. Мне очень нравится этот наборчик. И взяла себе два батончика. Я вот эти вот. Они, конечно, не протеиновые, по сути. Но я люблю вот эти батончики. Батончики, кстати, по... Идут, по-моему... По 27... А, кстати, вот батончики посчитали по 23 рубля. А так они были 27,50. Не знаю, в чем цветло с вешалками. Надо было, наверное, обратить на это внимание. Ну, ладно. Так, с фиксом мы закончили. Давайте посмотрим из Wildberries в пакете. Wildberries вообще. Короче, первое, что я взяла, это мне нужен был кофе-подмюшку. И мне кажется, что я не думала, что он будет вот такой мягкий. И он не силиконовый. Ну, если будет по нему мышка нормально скользить, то ок. В общем-то, мне просто, честно говоря, понравилось очень, как он выглядит. Здесь что в коробочке. А, здесь самый такой обычный взяли держатель под... Как-то, я не знаю, как это там крепится. Короче, держатель под туалетную бумагу. Если не забуду, на все оставлю вам ссылки. Но вообще, в последнее время я ни на что не оставляю ссылки. О, это я увидела. Знаете, были такие хорошие отзывы. Мне, честно, стало интересно. За 77 рублей куча положительных отзывов. Чуть протек. Шампунь. Ну, даже не чуть протек. Нормально так протек. Вот такой вот шампунь. Я потом попробую, расскажу. Бессульфатный. Лакшери ойлс. Для окрашенных волос. Как бы нормальный здесь объем. 77 рублей, повторюсь. Меня как бы больше всего, если честно, купила цена. Здесь я немножко лоханулась. Я хотела для мочалок взять крючок. Ну, для мочалок, знаете, для каких-то таких штук. И, ну, это мой косяк. Я выбрала не тот цвет. И думала, что это мне прислали не тот. Короче, вместо белого я взяла коричневый. То есть здесь вот 5, 4, вернее, вот такие штучки. Как бы ванну хочу повесить. И чтобы можно было туда уже разместить мочалочки и все подобное. Потому что какой-то там органайзер. Не хочу делать. Потом я взяла душлаг. Мне понравился. По-моему, он стоил что-то около, если я не ошибаюсь, около 200 рублей. В общем, такой силиконовый душлаг. Ну, наверняка, кто хозяюшки, они это уже все видели, знают. Я, честно, не видела. То есть он вот такой вот силиконовый. И он как-то должен еще вот. Вот так вот он. И он должен как-то больше становиться. Наверное, что-то надо вот. О, ну классно. Смотрите. Да, там что-то слить, макарошки. Или просто даже помыть там овощи, тот же виноградик. Еще что-то очень-очень классно. И легко убирается обратно. И много места не будет занимать. И для меня это очень важно. Потому что места реально немного. Это я взяла для себя. У меня закончился просто все практически консилеры. И я взяла от Maybelline Fit Me. У меня его никогда не было. Я... Вот как мне бесит Wildberries то, что они вот так вот все клеят. Просто. Я уже столько раз, блин, ну наклеить его вот сюда, да? Зачем клеить? Ну, короче. Попробую посмотрю. Потом самое главное это... Вообще. И зачем он задевался? Ну, ладно, здесь разные заказы. Мне нужна была сковородка. И по очень хорошей цене. Мне нравится и моей маме нравится фирма Gipfel. У них, в принципе, обычно все относительно недешево. А тут была по хорошей цене за тысячу с чем-то. Ее больше даже выбрала моя мама для... Она антифригарная. На 24 сантиметра. Вот такая сковорода с ручкой. Кстати, я забыла крышку дома взять. Ой, цвет такой приятный. Пришла она вроде вся такая целенькая. Ну, короче, посмотрим. С антифригарным покрытием. Для электрических печей вроде подходит. Относительно глубокая. Такая прям ручка удобная, знаете, прорезиненная. Класс. И последнее. Последнее. Это вообще просто. Мы столько выбирали. Ничего так не выбирали, как ведро на кухню для мусора. И в итоге сошлись. Я хотела, чтобы это было именно по типу ведра. И сошлись на том, что это реально ведро с крышкой. И такого цвета по цвету нашей кухни, хотя будет стоять в мойке, на 10 литров. Ну-ка. Все целое. Все отлично. Мне нравится. 390 рублей. Девочки, я когда смотрела, сколько стоят ведра, я, честно, была в шоке. Просто. В среднем 1000 рублей что-то более-менее. Ну, здесь оно такое тоненькое. Ну, как бы нам пойдет. В общем, все. Все. На этом я буду заканчивать влог. Большое спасибо, что были со мной. Смотрите мои видео. Мы увидимся, я думаю, совсем скоро. Напишите обязательно какой-то комментарий. Вообще, нравится или нет вам такого плана видео. Если да, то я буду рада. И буду дальше, конечно же, снимать. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok